Сегодня утром, в 6 утра, что произошло? Расскажите, пожалуйста. Ну, подъехала пара машин. Я увидел, как раз был на кассе, подъехала пара машин, и вышли люди со щитами, с оружием. Я там насчитал пару, там, не знаю, штук пять пистолетов, было один там автомат, и было пару таких, как дробовиков. Ну, и сразу я пошел, закрыл рампу, как бы, сюда, ну, и вход в общежитие, где мы живем. Ну, там, как бы, и девчонки находятся, и ребенок, где-то. Как бы, я там стоял, для двери, ну, чтобы они, да, не напугали ребенка. Ну, они взволомились, начал ломиться, сначала по ноге, меня ударили, как бы, типа, что там, что там, а что они там делают? Ну, слышали, что там дитё, типа, я говорю, типа, я не буду это пускать. Мне тут туда, типа, никто не будет заходить. А потом у меня неадекватные какие-то еще подошли люди, ну, здоровые, начали ломиться. Всё, кто, какие дети, вот, туда-сюда. Ну, добрали меня, как бы, ударили, там, панелья, дубинка, там, сюда-сюда. Да, и получилось так, что, как бы, захотели. Ну, потом они реально увидели, что там действительно это самое, ну, там есть пару адекватных человек, они этих тормознули, как бы, и сказали, что эти вещи заберете потом, либо сегодня вечером, либо завтра утром, так они там себя облаживали. Ну, так, ну, видел, что вот несколько было человек, вон, с пистолетами, с автоматом, один автомат увидел, и пару обрезов было. Драка какая-то, вроде говорят, была возле Виртуса. Ну, они потом выскочили, когда стояли ребята, которые нас охраняли, они, как бы, наши безоружие были, как бы, просят, как бы, люди, и они выскочили с палками, с оборудованием, видно, что там поломали, короче, это оборудование, железные предметы. И выскочили, типа, начали гнать, типа, чтоб, мол, отсюда все ушли. Одному человеку, как бы, разбили, там, брод, он стоял, они ему, там, ударили в брод, все, разбили на брод. Потом обратно зашли, обратно в магазин. Информация о том, что возможно такое нападение, она была у руководства Виртуса? Потому что, ну, вот, магазин закрылся. Было, да, поэтому и закрылись, чтобы, как бы, не было лишних денег, чтобы не нарушать погозы, как бы, чтобы, не дай бог, были какие-то покупатели в магазине, там, куда-сюда, и они вот это вот заломились, как, допустим, в Одессе случилось. То есть это еще где-то со середины этой недели, среда, четверг уже, вы готовились? Да, конечно, уже 4 где-то, да, или сколько там, не помню точно, суток уже, ну, магазин не работал, закрыты были, предупреждены все. Ну, и ребята у этого охраны приехали, как бы, и ночевали, и дали где-то. Какая у вас информация о том, кто эти люди, что за причина рейдерского захвата, в чем она может быть? У вас есть какие-то версии? Я не знаю, честно. Ну, вроде бы, как говорят, что это не хотят. Просто, если бы хотели, если бы был бы день, я думаю, если бы был бы вопрос просто в деньгах, там, в какую-то задолженность, я думаю, это бы решили. А так просто, походу, хотят поджать, как говорится. Просто этот бизнес. К правоохранителям южненским, в южненский город дел полиции, обратились сразу, как вообще наши органы? Они подъехали, сразу были, как-то так получилось, что, я не знаю, кто им звонил, но они подъехали сразу, и, я так понял, или местные, или, я не знаю, это те, кто же там, какие-то журналисты, чтобы с камерами были, что-то снимали, брали. А были журналисты какие-то? Ну, тоже, да, с камерами были, с микрофоном мохнатым таким. Я так понял, милиция тоже, вот, даже те, когда все выбежали, они никаких действий не сделали, там, что постановить, или что ли, хотя бы предупредить, там, хотя бы стояли, там, я так понял, какой-то там подполковник, или что-то, просто снимали на камере. То есть никаких действий, чтобы защитить вас, милиция? Их, никого, ну, хотя бы могли бы остановить, разборонить, там, разбираться, как говорится, по закону. А получилось и так, что они просто как статисты вели, как журналисты снимали просто, как это все происходило. Такие зубинки они вышли, побили этого человека, сюда одного через заборки.